всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать маленький такой коротенький расклад под названием как люди относятся к вашим способностям как они вас видят три позиции как обычно 1 2 3 голубенький красненький зелененький камешек вся информация обо мне точно так же как и тайм-коды есть в описании к видео поэтому без замедления мы начнем позиция номер один давайте вот я в двух словах попробую посмотреть ваши способности двух словах двух картах буквально чтобы вы уже определились это ваша позиция или нет чем ваши способности семерка мечей ваша способность заключается в вашем интеллекте что я имею ввиду умение находить неординарные решения задач вы можете быть таким знаете человеком я бы сказала некими таким революционером который всегда идет своим путем как говорится мысли своей головой не чужими какими-то с шаблонами человек с оригинальным мышлением непредсказуемый человек если мы говорим о способностях до от которого люди знаете говорят ну я не знаю что ожидать до вы вот ваша сильная сторона это разум ваш разум то как вы мыслите ваша способность также работает знаете с какими-то шаблонами с какими-то хитростями в данном случае мне хочется сказать самообмана в некой такой степени да когда вы можете выводить человека на чистую воду так вы четко понимаете когда человек вам обманывает когда говорит правду также можете работать с эмоциональным как-то интеллектом когда у человека есть много страхов можете также мотивировать людей на дальнейшее движение что еще до ваша способность знаете когда я говорю про мотивацию показывать людям наилучший исход наилучший вариант причем вы это делаете словесно скорее всего у вас есть способности к ораторскому мастерству и либо убеждению вы хорошо понимаете вот мне хочется сказать знаете что здесь люди которые работают умственно и владеет возможно всевозможными практиками нлп либо психологи до психотерапевты люди которые работают сознанием которые каким-то образом могут внушать и показывать людям самые светлые мне хочется сказать перспективы люди которые помогают а здесь могут быть еще знаете реабилитологи когда человек после какой-то сильной травмы либо психологической либо физической мне здесь просто показывают все все терапевты тоже могут быть когда человек не мог ходить и вдруг прошла какая-то операция и вот я просто вижу узнаете своего рода какая-то беговая дорожка где человек держится за поручни слева справа и учатся ходить до либо здесь почему-то мне еще показывает кто-то кто работает животными но однозначно вы тот человек который помогает если мы берем вспомогательные профессии до по отношению к людям увидеть что-то позитивное да если вы опять-таки работаете в какой-то компании то мне здесь как-то как кризис менеджер какой-то да который умеет решать задачи и выводить компанию из каких-то кризисов сложности и трудностей да как-то вот человек который планирует будущее да с причем позитивное такое будущее что-то здесь такое оригинальное придумывается да по поводу расширения именно ваша способность умения заключать договора сделки то есть опять таки переговорные какие-то моменты торговля тоже сюда входит хорошо еще какие способности здесь у меня есть троечек по три карты возьму надеюсь вам не слышно звуки с улицы шумы это рецепидакли да терпение терпение спокойствие такая знаете вот выдержка вас не напрягает какая-то рутинная работа здесь знаете здесь как-то оригинальный такой момент вы по своей натуре достаточно подвижный человек но подвижный в уме не не физически то есть вы не тот человек который знаете как их называют холерики что ли который быстро вот очень двигается до живчики такие нет но у вас настолько яркий и подвижный ум который компенсирует вот это вот вашу медлительность до либо неразворотность то есть насколько вы как черепаха в в передвижении до тела настолько очень ярко как-то вот оригинально работает ваш ум очень быстро вы умеете очень быстро принимать какие-то решения и вот это вот плюс ваш это ваша выдержка и ваше терпение особенно когда вы работаете с людьми и причем рутина однообразие да вот здесь как-то знаете очень оригинально соединяется в какой-то в неком таком постоянстве да но есть разнообразие я не знаю как вам это объяснить то есть вроде бы вот вы кого-то сказать ходите на работу дали бы чем-то вот вы занимаетесь кажется каждый день одно и то же но вот именно каждый день в вашей работе есть что-то такое что вы не делали в предыдущем дне я не знаю это не то чтобы взяли ручку и как-то бумажку по-другому положили мне здесь не про это здесь вот скучать вам не приходится при условии того что руки работа как будто бы рутинная ну например я приведу пример что вам было понятно да если мы берем на примере кризисного менеджера да то есть каждый раз вроде бы то одна и та же схема до какая-то проблема и нужно вывести компанию из этой проблемы и каждый раз примерно один и тот же процесс происходит но проблема в каждой компании своя и вот каждая вот эта вот сложность да с которой вы сталкиваетесь и подходы и то как вы должны включить ваш мозг в работу вот она по-разному идет хорошо как люди вас видят давайте сначала посмотрим на я имею ввиду ваши способности как люди вас видят а потом посмотрим как они относятся ну смотрите достаточно эмоционально да я бы сказала что в какой-то степени может быть вам даже и завидуют как-то иногда бывают то есть вы у людей вызываете однозначные эмоции эмоции такие яркие но эти эмоции люди могут даже как-то скрывать либо вам не показывать но внутри присутствует вот это может быть где-то удивление да где-то набор от восхищения где-то вот не малой степени такая зависть мне хочется сказать вот как-то вот по поводу вашей способности эмпатии что ли либо быть открытым человеком да то есть невзирая ни на что не взирая на ваш ум не взирая на вашу проницательность да вот вы где-то еще остаетесь в каких-то моментах ребенком таким чистым то есть вот удивление с одной стороны вы визуально как будто бы доверчивый человек да вот вы такой молодой юный что ли в душе по характеру а с другой стороны когда вы находитесь именно в своем деле а там происходит вот это вот знаете такая серьезность то есть чувствуется ваше мастерство и вот это вот не состыковка либо вот умением как-то знаете вот как организм регенерирует вот точно также у вас постоянно как-то обновляетесь но однозначно вы вызываете восхищение у людей любовь у каждого по-разному но вас вас забыть невозможно эмоции здесь проскальзывают как еще люди относятся ну как они вас видят а во-первых они вас видят и если вы женщина да то они вас видят как императрицу человека который уже имеет некий такой статус по крайней мере себя позиционирует статусным человеком от которого отходит излучают вот эти вот флюриды какого-то своей знаете вот уверенности до понимания того чем он занимается для чего он занимается то есть человека с внутренним стерженьем до которого легко не сломать человек который избирает свое окружение к вам легко также не подступиться знаете вот боже как ее фамилия это было не помню есть такая русская актриса не помню сейчас фамилия но знаете вот на нее смотришь и женщина такая достаточно статная она не вызывает надменность но ты понимаешь что к ней просто так не подойти да вот это вот уверенность гордость в некой степени такая знаете статность уважения прям ну не то чтобы поклонение да к этому человеку но ты понимаешь что он все-таки выделяется да что вот этот вот человек он не такой как все да да здесь вот что по семерке мечей что по императрице проходит вот эта вот способность ума гибкость знаете когда вы получаете все что вы хотите но достаточно дипломатическим таким путем да гибким можете назвать это некой такой хитростью вы можете назвать это я не знаю какой то своей выгодой но однозначно даже если вас кто-то может в чем-то осуждать и говорить что вот и я так бы мог достичь какого-то успеха все равно если человек попробовал у него вот так не получилось потому что вот это какая то вот уникальная способность вашего мышления как еще они вас видят ну они вас видят человек у которого очень много обязательств да безусловно если вы статусный человек как императрица то и обязательства у вас наверняка больше чем у кого-либо где-то люди вас видят что вы тянете берете на себя больше чем можете унести где-то усталость присутствует уже понимаете вот у меня такое ощущение от вас идет что вы не какая-то мелкая рыбешка да а вы каких-то вот таких масштабных размеров личность я не знаю почему то мне идет картинка атланта который держал на своих руках небо вот вот этот вот небосклон шар да вот вы как-то вот у меня ассоциируетесь по размерам вот с этим атлантом который знаете вот вроде бы работа его тяжела но только он может с этим справиться и вот как то так вам относятся люди хорошо давайте теперь посмотрим как они относятся к вашим способностям ой они фантазируют они мечтают ну я говорю им тоже хотелось бы да понимаете дело в том что то как вы владеете этими навыками она кажется так легко да а потом так хочется сказать а ты попробуй и человек понимает что если я попробую у меня так не получится да то есть способ преподнесения вот своих талантов во вне он настолько легко даже если вы например делаете что-то руками какие-то украшения может быть до бисером то как вы владеете и взаимодействуете с материалом с которым вы изготавливаете да те или иные изделия это все так ловко это все так легко красиво на вашу работу можно смотреть долго засматриваться тоже очень долго еще раз повторюсь и то есть как люди вас видят и как они видят ваши способности здесь по-разному потому что семерка кубков она все таки говорит нам о неком таком выборе когда для кого-то знаете вот именно умение вашего ума то что я возможно говорила ранее да про навыки нлп то есть умение манипулировать сознанием людей для кого-то для кого-то вы преподносите именно свои умения таким образом чтобы человек поверил в то во что вы хотите да то есть семерка кубков это тот аркад который нам говорит о том что я верю в то что я хочу не в то что есть на самом деле и в этом заключается иллюзия а я верю в том что я хочу и поэтому люди вас как-то вот объективно да оценивать не могут здесь скорее всего субъективная оценка но однозначно восхищение да то есть я не вижу чтобы здесь было ну хотя вот ранее я говорила да про зависть все равно ну вот восхищение вашими талантами как так почему потому что семерки у нас находится в сфере не цеха у нас говорит о нашем бессознательном да о силах природы о красоты о красоте и поэтому семерка кубков так или иначе нам показывает вот это вот красоту прекрасные да где то может быть в какой-то степени иллюзорно но все равно красоту как еще относится к вашим способностям неоднозначно сразу могу сказать потому что выпадает аркан дьявола вы как-то своим своими способностями имеете власть да власть над другими людьми вот вы достаточно харизматичный человек да я не говорю о красоте вашей внешней либо души но вот вы как-то знаете имеете какое-то вот магнетическое влияние на людей вы незабываемая личность поэтому как можно относиться к людям ярким я не знаю и им можно ими можно либо восхищаться либо либо ненавидеть да здесь вот это вот двойственная такая линия да на грани любви и ненависти либо ты вызываешь у меня какие-то какую-то гамму переживаний негативных да да ненависти злости какой-то вот агрессии да неприязнь либо вот эти вот открытые горящие глаза восхищение восторг преклонения и и все такое то есть здесь я бы сказала вот больше преклонения перед вашими знаниями и последняя карта как они относятся к вашим способностям ну десятка кубков начали семерки кубка выросли на десятки кубков вы вы наполняете людей вы даете им вот эту вот радость то что я говорила изначально ваша способность видеть какие-то новые горизонты да безусловно наполняет каким-то образом людей вы им дарите надежду а это очень важно либо надежда завтрашний день да будущее либо непосредственно вера и любовь к самому себе это тоже очень очень важно поэтому ну вас забыть нереально вот такая вот у меня была первая позиция очень интересная такая ну на мой взгляд а мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку итак какие у вас двоечки способности в нескольких картах выложу и посмотрю чтобы вам было понятно как сигнификатор в чем ваша способность ваша способность умения говорить людям правду достаточно болезненная достаточно резкая может быть где-то в чем-то да но вот ваше слово такое знаете для кого-то это может показаться негативно да то есть вы сначала скажете что-то а потом подумаете но мне хочется сказать что знаете вот такие люди тоже нужны иногда мы говорим что нужно нужно правду говорить как-то с подходом да потому что она может и ранить не всегда она приятно но знаете вы тот человек который привносит какое-то очищение да либо в коллективе либо в какое-то общество то есть вы то что вы говорите да то как вы бываете порой одержимы чем-то да чтобы доказать людям как-то свою правоту в этом кто-то может увидеть смотрите у всех вещей есть две каждой медали есть две стороны и безусловно рыцарь мечей у нас больше отыгрывается в минусе по жизни вот потому что он такой вот достаточно напористый агрессивный персонаж но мне здесь видится да коль мы говорим о способности вот вскрывать какие-то вещи знаете вот вы мне хочется сказать как лекарь почему потому что бывает такие ситуации где кто-то что-то умалчивает кто-то что-то не договаривает и ты понимаешь что вот как гром среди ясного неба да то есть вот атмосфера она должна быть напряженной до такой степени чтобы вот это вот все прорвало да и вот этот вот грохот гром прям раскатился по всему небу так вот ваша вот эта способность заключается в том что вы своей какой-то вот непринужденностью что ли можете сказать правду и кому-то это может показаться неуместным кому-то это может показаться ну блин опять что-то ляпнул и не к силу не горду но именно вот такие вещи они как будто бы очищают атмосферу да то есть какой-то некий нарыв который вот должен прорваться и после чего вот всем будет хорошо да то есть изначально всем будет плохо вот а потом всем как будто бы будет хорошо еще в чем ваша вот я говорю и выпадает аркан шута безусловно ваша наивность безусловно ваша детскость радость знаете жизнь такая сложная бывает иногда штука когда все какие-то вот грузится да у каждого человека свои проблемы и вот иногда хочется какой-то легкости пусть она неуместная пусть она вот знаете как как при дворе что ли когда везде вот эти вот интрижки плетутся все везде эти фрейлины там разные стороны кто против кого воюет и вот только шут умеет так хорошо владеть своим словом который может вывести царя и сказать ему в лицо все что о нем думают люди да все что он думает сам шут о нем причем достаточно иронично но настолько изящно чтобы не потерять свою голову может быть это будет бывает иногда даже грубо но отношения людей знаете к шуту в придворах было как будто бы а он дурак да что с него взять вот здесь за этой маской да что вот вас как будто бы недооценивают в чем-то есть огромные преимущества есть огромный плюс что вы можете быть собой понимаете вы можете быть таким легким человеком радостным вот ваша способность хотя по прошлым раскладам да казалось бы вам сложно было оставлять вы привязывались к людям но по шуту либо вы научились здесь что-то какие-то перемены произошли потому что шут это человек который невзирая ни на что продолжает свой путь двигается вперед и вот это вот ваша способность скорее всего как-то обновляться что ли некое такое омоложение уметь оставлять позади то что уже отжила что казалось бы вот все вот этот человек должен прогнуться он должен умереть а вы как будто бы знаете встали с колена тряхнулись и пошли дальше и кажется что да как так да вроде бы этого человека довели до самого предела да что вот ну он же должен был разрушиться а вы через эти разрушения как-то вот обновляетесь вот это вот ваша способность также по шуту способность передвигаться шут любит разного рода поездки путешествия здесь все что вас не ограничивает все что вас сдерживает если мы все-таки говорим про способности то вот мне кажется знаете что-то связанное с праздниками то ли вы умеете организовывать как-то праздники то ли можете как-то вот все что связано с развлечением да все что связано не знаю с какими-то концертами что ли здесь люди поют как-то вот детские площадки утренники да что-то с детьми тоже может быть связано может быть воспитатели да может быть нянечки но что-то с детским легким с праздником с обновлением тут работает в медицинских центрах да хирург пластическая хирургия тоже да как регенерация организма еще какая способность здесь может быть буштум а кто-то работает знаете с чем как ни странно с сознанием расширение сознания да здесь как-то вот причем вмешательство именно в сознание не когда человек осознанно делает какие-то практики а здесь как будто бы какое-то вмешательство я бы сказала такое легкое хирургическое сознание что какие еще у вас способности способность победителя для меня знаете двоечки что-то произошло либо новая категория людей ко мне пришла либо вас произошли какие-то обновления потому что ну вот такое ощущение что вот я вас не узнаю да вы стали абсолютно другими людьми шестерка жезлов аркан победителя он тоже нам говорит про человека который что смотрите что рыцарь мечей да что шестерка жезлов что аркан шута все арканы нам говорят про какое-то движение поэтому наверняка ваши способности как-то связаны с передвижением с умением шут и шестерка жезлов говорят нам об умении доносить какую-то информацию до людей хочется сказать возможно какой-то курьер да либо я не знаю какой-то некий глашатый какую-то информацию вот вы приносите новости вот какие-то новости вы несете в себе и выпадает отшельник вот я говорю точно что-то здесь произошло с двойками либо как-то позиции у меня поменялись либо здесь как-то сори за выражение да хочешь сказать что человек как будто бы поумнел как будто бы вот ну повзрослел ваша подшельнику ваша способность зарождать какие-то новые идеи вот вы как будто вы можете придумывать что-то новое причем знаете это не какое-то вот осознанное мышление да когда мы как мозговой штурм сел и начал набрасывать какие-то идеи идеи ваша способность она приходит неожиданно вот вы сидите и к вам пришла какая-то мысль и вы говорите почему мне ее не попробовать или вы даже просто можете сказать какое-то слово выражение и вам оно кажется каким-то ну ну просто слово вылетело но если с вами рядом будет сидеть человек какой-то креативный и сможет это уловить наверняка у вас такое будет ну бывало кто-то вот вам говорит вот ты гений да то есть ну как ты такое мог придумать а вы сами не знаете да вот просто как-то вот ну неожиданно вот это вот непредсказуемо вот это вот у вас есть вы проходите какой-то личный свой опыт и осознание которое к вам приходит в вашу голову они в дальнейшем могут помочь и другим людям но здесь единственный минус во всей этой информации до которой вы передаете это то что вам сложно сложно говорить красиво то есть внутри себя вы понимаете всю эту информацию но доносить до людей вам ну бывает сложно вам кажется что вот у вас косноязычие либо вы неправильно как-то доносите свою мысль хотя сами понимаете выразить ее сформулировать красиво вам это сложно но при этом каким-то образом вы все-таки работаете человеком который передает как-то информацию ну что давайте посмотрим дальше как вас видят люди скорее всего ваши способности как они видят двойки которые все время медлили двойки которые все время сидели и вдруг неожиданно колесничи знаете вот как ни странно еще расскажу двойки у меня были людьми какими-то вот больше эмпатами здесь точно либо позиции как-то поменялись либо я не знаю что а сейчас я вижу у вас каких-то перемен абсолютно другого человека либо другие люди пришли ко мне на канал я вижу людей как люди относятся к вашим способностям как к человеку у которого появилась неожиданная какая-то цель да целеполагания и вы нацелены только на построение чего-то нового абсолютно нового либо вы помогаете людям выстраивать что-то новое может быть кто-то работает знаете в каких-то агентствах где к вам люди обращаются после развода возможно ваш личный опыт каких-то травмирующих болезненных разводов привел к тому что вот ваша способность сейчас помогать другим людям указывать на то как можно выстроить свою жизнь ну вот после разрушения после после какого-то развода колесничий говорит о достижении какой-то цели когда я полностью сто процентов нацелен на то что я хочу и я стремительно не обращая ни на что внимание двигаюсь к своей цели в данном случае тройка педакли говорит как раз и о построении чего-то нового такого фундаментального земного не где-то каких-то фантазиях а что-то действительно реальное также они видят ваши способности как знаете вот как человека с которым можно в команде что-то выстраивать то есть люди видят вас что вы командный игрок и с вами можно как-то ну работать хотя если быть максимально я вас не вижу командным игроком хорошо как еще люди видят ваши способности знаете мне хочется сказать что как будто бы какие-то переживания что либо вы переживаете очень много каких-то утратах потери как они видят ваши способности как человека который очень много всего утратил как человека который разрушает какой-то свой эмоциональный план вы как будто бы заземлились вот хочется сказать что они видят вас как человека который вот как-то заземлился как-то знаете начал жить в материальном плане человек человек который умеет приумножить свои богатства достаточно заботливого человека да человека который любит природу любит животных может всегда прийти на помощь такой надежный 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 человек земными видят ваши способности но здесь знаете здесь очень сказать как бы об канаду я сказала да и присутствует некая такая неуверенность насколько знаете вот ощущение того что вы как будто бы поменялись и люди эти переживания перемены стали считывать и вроде бы вы кажетесь человеком надежным но в какой-то степени присутствует сомнения по поводу того что а вдруг вы опять скатитесь в прежний свой образ жизни такой эмоционально депрессивный и не примите нужное решение то есть здесь вот уверенность она связана как разки с принятием решения то есть насколько вы решительны что ли насколько вы приняли решение как-то хочется сказать насколько вам можно довериться но здесь не понимаете как человеку вам можно довериться но скорее всего ваша природа просто она а в каких-то моментах вы транслируете свою изменчивость да ну то есть нету настроение я не буду это делать поэтому ваши способности как будто бы знаете когда у вас нет настроения вы ничего и не делаете и вот здесь вот вот это вот неуверенность допустим если мы говорим в контексте какой-то профессии да насколько ну на вас можно положиться что вы будете соответствовать дедлайну вот и не кинете какого-то партнера не потому что вы хотите обмануть кого-то просто в силу вашей эмоциональности какой-то вот цикличности вдруг вы передумаете понимаете здесь как-то с этим связано да здесь какой-то вот договоренностью насколько вы можете поменяться вот с этим связано хорошо как люди относятся к вашим способностям ну достаточно позитивно уверенно выпадает император выпадает король мечей да то есть как они относятся к вашим способностям ну где-то в какой-то степени может быть даже и жестковато держится придерживаются каких-то границ вот однозначно могу сказать что есть дистанция присутствует какая-то дистанция между вами и людьми выпадает маг да то есть три мужских фигуры как люди относятся к вашим способностям я бы сказала знаете как приглядываются приглядываются насколько вы можете реализовать их желанием насколько у вас есть некая такая заинтересованность то есть здесь с точки зрения людей насколько они могут получить выгоду стоит ли с вами взаимодействовать или нет больше как-то вот размышляет понимаете нужны вы им не нужны пригодитесь не пригодитесь что они могут от вас поиметь вот как-то так от ваших способностей но однозначно здесь есть какая-то вот дистанция и расстояние такая вот у меня была вторая позиция и мы с вами переходим к позиции номер 3 зелененькому камешку и посмотрим троечки несколько карт о ваших способностей для сигнификации какие у вас в особенности способность возрождаться способность к финансовым финансовым благам способность замечать какие-то новые возможности умение ценить ваш большой козырь умение ценить и оценивать ситуацию знаете видеть где есть какая-то польза где есть какой-то шанс где есть какая-то ценность такое ощущение что вот у вас глаз наметан на самое такое богатое на самое дорогое на самое ценное вы один из тех людей кто если идет что-то покупать вопрос не в количестве а в качестве вы всегда ваш глаз наметан на самое качественное на самое дорогое хочется сказать это вот ваша такая способность умение идти во что-то новое путное такое еще в чем ваша способность в умение развиваться очень интеллектуально и духовно развиваться вам очень легко даются какие-то обучения ну однозначно вы всегда где-то чему-то учитесь способность как-то быстро знаете принимать решение что ли молниеносно вот вы как будто бы самые сжатые сроки можете принять решение когда долго думаете вы никогда не примете решение надо чтобы это было внезапно и вот хочется сказать в последний момент в вашем разуме есть ваша способность восьмерки они у нас говорят о разумности но здесь есть один минус знаете сразу безусловно такие хорошие позитивные карты как ту спиндакли и восьмерка жезлов есть один минус что где-то вы можете впадать в иллюзию вот знаете если ваш разум будет чистым и холодным то вы тот человек который можете замечать и понимать предназначение других людей вы можете видеть их истинную суть кто есть каждый человек но это у вас бывает не всегда это бывает только тогда когда ваш разум спокоен когда вы холоднокровны когда вы можете отбросить всевозможные иллюзии придумками такое ощущение что вот это бывает как-то вот на мгновение какое-то знаете как дежаву что ли кстати у вас очень часто происходит дежаву чем еще ваша способность в духовном развитии чем еще ваша способность вот паша мечей это тот персонаж который умеет думать умеет думать и о будущем потому что у него есть вот это вот жажда познаний умение задавать правильные нужные вопросы желание найти ответы он не находит ответы но вот это вот желание до стремление вот ваша способность она смотрите ту спиндакли до божественная вот такая вот рука которая дает шанс возможность что-то такое ценное что не падает каждому и вот ваша способность мне хочется сказать она больше направлена на других людей нежели на себя у вас проблемы с финансами бывает периодически не могу назвать вас богатым человеком либо бедными такое ощущение что это вот в принципе да и не столь важно для вас для вас больше какое-то вот духовное развитие ценность вашей собственной души здесь хочется сказать о человеке который приобрел способности какие-то либо дар не знаю почему слова дара стала использовать в силу того что вы очень быстро повзрослели ощущение того что вот именно то как выросли в детстве до пришлось неожиданно и очень быстро повзрослеть с одной стороны это придало вам кучу комплексов и каких-то проблем психологических до связанных с развитием с другой стороны здесь такое ощущение что благодаря этим трудностям да они по годам взрослые люди не по годам развита очень быстро стали развиваться и вот эта вот способность до в раннем детстве мысли так как должен мысли взрослый человек знаете вы как-то хочется сказать уживаться до адаптироваться приспосабливаться это развила вас очень много таких способностей интеллектуальных вы очень рано знаете прошли такую полосу трудности сложности что вот этот вот кризис среднего возраста который в принципе предполагает что человек делает переоценку ценности понимаешь что духовное выше материального что она первично да мы не отрицаем материальный мир до первично духовное то есть материя она одухотворена это не разные вещи но первично дух состояния вашей души то есть вы здесь четко поняли и очень рано что возможно вам нужно учиться не знаю насколько вам это легко было да но вот вы всегда понимали да что вы не тот человек который просто будет работать там на заводе где-то это не ваша вот это вот внутренние зов до постоянно куда-то идти постоянно что-то искать находить ответы на вопросы вот это вот куча вопросов ваших да потому что вы во всем видели видите до сих пор какие-то возможности как из этого можно получить до либо сделать деньги как из этого то есть вот этот вот навык умение видеть замечать ценность во всем она присутствует второй вопрос умеете ли вы это сделать да то есть одно дело увидеть а другое дело это реализовать но увидеть вы это можете вы как будто вы знаете смотрите и видите что из всего можно сделать деньги хочется сказать но дойти до практики вас это не не всегда это получается хорошо как люди видят ваши способности однозначно ваша способность если не случайно сказала по аэрофанту это обучение это умение передавать знания причем знания собственные да вы очень много всего на себе экспериментируете пробуете для того чтобы передать с одной стороны традиции с другой стороны вот эти вот знания божественные другим людям одно из ваших одно из ваших одна из ваших способностей да это умение знаете входить в тонкий план и видеть хочется сказать как-то вот истину из первоисточника безусловно здесь еще важно понять насколько она иллюзорно либо это действительно истина вот это второе же но первично вы умеете принимать вот эти вот божественные озарения для того чтобы передавать здесь очень такой высокий уровень ответственности в контексте того что знаете вот вы видите возможно получаете эти озарение верно а передаете не всегда верно вот вопрос передачи информации он искажается вашей собственной личностью люди видят ваши способности как никого такого наставника как никого такого учителя вам доверяют это огромная ответственность здесь очень важно не скатиться в эгоизм в контексте того что я передаю да эту информацию то есть акцент на я не на информацию именно на я здесь у вас будет очень много уроков очень много искушений часто будете путаться и вас будет наказывать очень больно когда будет проявляться ваши вот эти вот эгоистичные моменты это будет проявляться тогда когда у вас будет желание доказать свою правду свою какую-то хочется сказать истину знаете дело в том что вы действительно можете видеть какие-то озарения да может быть у кого-то способность есть ясновидение но дело в том что когда вы передаете почему я говорю искажение через вашу личность когда вы передаете информацию не всегда людям это понятно и вот у вас будет появляться желание доказать я докажу что я правда блин ну у меня же было допустим там какая-то инициация на я я знаю что я прав но вот желание доказать другому человеку свою правоту это я понимаю здесь вопрос не в информации информация наверное но вот это желание доказать эту верность да эту правильность это будет проверка это будет очень сильная проверка вы всегда будете разочаровываться будете говорить что блин нафига я этим занимаюсь я больше не буду никогда никому ничего говорить такие моменты тоже огорчение бывают но это всегда лишь для того чтобы отточить ваше мастерство чтобы вы стали по большей степени безоценочным и проработали свой теневой аспект значимости важности себя как люди еще видят ваши способности но вот повешенный что вы как будто бы знаете действительно избранный человек ваши способности они даны не каждому и отсюда и вас путь он достаточно сложный когда вам приходится отказываться от многих вещей для того чтобы обрести вот это вот какую-то внутреннюю силу здесь ощущение того что в силу в силу того что ваша душа древняя достаточно и она уже понимаете осознает что ну не нужно привязываться к материальному миру и и вы стремитесь именно к духовности но с другой стороны вам приходится действительно лишать себя чего-то чтобы получить нечто большее и вот это вот больше она всегда идет в контексте развития вашей духовности и с одной стороны у вас есть четкое понимание что когда вас лишают какой-то материи либо вообще чего-либо вы это принимаете то есть вы понимаете здесь очень такой глубокий духовный урок по повешенному когда мы осознанно добровольно жертвую но ваша жертва вот когда я говорила про аэрофанта что вас наказывают когда вот вы что хотите доказать вас лишают и вы четко понимаете в чем заключается урок да и вы это принимаете только вы это принимаете потому что вы возможно понимаете причины следственной связи вы понимаете что допустим меня лишили здесь финансов работа не знаю личной жизни чего-то по какой-то в вашей космом теории какой-то да то есть вы понимаете законами мироздания а люди не зная этого им кажется что вы некий такой жертвы никогда что вы жертвуете собой очень много вы из со своей стороны вы понимаете почему это происходит да то есть вы как будто бы делаете осознанный выбор здесь очень такой духовный уровень и для чего вы хотите обрести некую такую силу вы понимаете какой силе идет речь это внутренняя сила это не физическая сила это силу вашего духа которая знаете вот ощущение того что как будто бы очищается ваша душа от всего ненужного у вас как будто бы свой путь понимаете развитие да безусловно материальном мире но он достаточно высоко вибрационный и вы это знаете вы это понимаете но люди воспринимают вас как некую жертву ой опять он там жертвует опять вот там что-то нуждается в чем-то не люди ощущение того что люди вас не понимают вы очень далеки от понятия и мировоззрения другого человека возможно допустим у кого-то здесь может быть осознанные аскеза какая-то в сексуальном плане люди не могут понимать понять это ну то есть для чего лишать себя каких-то плотских удовольствий да но вы четко понимаете для чего вы делаете когда ну то есть здесь вот иногда ваше восприятие мира не соответствует восприятию и ожиданию других людей у вас другие нормы и морали и иногда вам это бывает сложно донести простым людям хорошо как еще они видят ваши способности как человека ждущего он все время чего-то ждет то есть такое ощущение что они видят вас как человека который мог бы уже давно и давно наслаждаться тем что он уже имеет но почему то вы этого не делаете и они видят вас человек который чего-то ждет зачем ждать когда вот вот есть уже да то есть ну например в корзинке есть там пять яблок уже ешь зачем тебя ждать когда вся корзинка наполнится то есть вот здесь вот не понимаю я же говорю здесь есть присутствует энергия того что люди вас не понимают они не понимают ваши какие-то духовные посылы они видят вас человека непостоянного которые знаете загорается и очень воодушевляется очень быстро перегорает перегорает а потом долгое время ничего не делает как-то вот вы не используете свои способности знаете есть какой-то вот пик очень вашей активности бурный когда вы начинаете что-то делать и вы воодушевлены зажглись и все классно и и люди просто за вами наблюдают почему потому что они знают что будет какой-то спад у вас нету постоянством они видят ваши перерывы больше между вашей какой-то активности нежели саму вашу активность еще хочется спросить как еще они видят вы цикличны по колесу фортуны не знаю что от вас ожидать вот отсутствие постоянства это огромный минус ваших каких-то способностях у меня такое ощущение что вот знаете вот вы сидите а потом вам пришло какое-то озарение вы начинаете что-то делать какая-то идея до какой-то inside вы начинаете делать работать над этим вот ощущение того что люди всегда ждут какого-то результата то есть вы очень много работаете над самим процессом и вы наслаждаетесь этим процессом вы такая фуете но этот процесс он важен вам а людям важен результат и они как будто бы не видят этот результат вы работаете а когда будет результат здесь вот такое ощущение что вы переменчивы что не знают люди с чем к вам приходите что от вас ожидать хорошо как люди относятся к вашим способностям коль как они до этого мы смотрели как они видят сейчас как они относятся к вашим способностям ну вот я об этом только подумала аркан звезды то что как они относятся вы для них какая-то надежда знаете вот вы единственное то связующий какой-то мостик какая-то золотая серебряная нить с высшим планом тонким планом знаете как хочется сказать как телефонная какая-то связь на когда берешь трубку и звонишь на прямую высшим силам надо говорится вот вы какая-то вот огромная огромная надежда путеводная звезда так они относятся огромные знаете хочется здесь даже не уважение а здесь вот какой-то какая-то надежда надежда они на вас возлагают как они относятся вы их звезда путеводная вы надежда вы тот человек который покажет им ценность хочется сказать покажет им ценность покажет им мир покажет как нужно жить чему нужно учиться какой-то вот указатель какому-то указателю человек который поможет им что-то завершить своей жизни поставить окончательную точку пройти трансформацию трансформацию сознания аркан смерти не говорит нам о физическом завершении каких-то вещей на более высоком уровне данном случае вашим это очень актуально потому что вот ваш путь развития коль мы говорим о способностях он все-таки такого духовного учителя наставника вот они видят вас человека который поможет им изменить свое сознание переродиться в своем сознании пройти некий такой некое такое посвящение в сознании изменить знаете о чем я говорю когда говорю посвящение сознание я имею ввиду те моменты когда например человек впадает в кому либо литургический сон либо какой-то экстаз а потом пробуждается и он смотрит на мир иначе вот вы тот человек который своими способностями поможете людям изменить реально сознание ощущение того что есть какая-то кнопочка вот ее нажал и после взаимодействия с вами нажав на эту кнопочку вы помогаете людям жить абсолютно по-другому это это не не то что это вот там поворот на 180 градусов либо на 360 градусов нет а это другая ступень сознания это вот был дурак стал умный как это так был несчастный стал богатым вот именно знаете не умел ни на что смотреть там гоп пелена спала и я сразу вижу знаки и я сразу понимаю этот мир вот что-то такое как-то так как-то так знаете наделяет вас какими-то хочется сказать божественными способностями не знаю насколько они у вас присутствует интуитивно до присутствует насколько это объективно либо субъективно не могу сказать но это значит вы тот человек как они относятся к вашим способностям которые разрушает отсекает все то что мешает гармонии вот чувство такое что вы смотрите на людей и видите их суть и потом люди к вам приходят и вы как плотник как папа карло который создавал своего буратино просто отсекал от этого полена то что не соответствовало форме буратины вы этот человек который поможет любой ценой достичь то что я хочу чувство что люди возлагают на вас способность я не знаю вот какого-то мага волшебника что ли который раздает волшебные пилюли не знаю насколько это хорошо или плохо вам решать но вот на вас возлагается очень очень много каких-то надежд они видят вас знаете отношения к вашим способностям позитивные но к вам лично не очень такое достаточно воинственное чувство что с вами сложно договориться вы настолько неординарная личность что не всегда вас понимают вы странноватый человек странноватый в понятия общей массы людей у вас есть свое мнение у вас есть свои взгляды у вас есть свое восприятие мира и то как вы общаетесь с людьми есть свои какие-то кодексы и они не всегда понятно вы являетесь какой-то вот загадкой для людей что ли но достаточно неприятной загадкой не знаю почему неприятный в контексте того что вот вы можете ранить вы можете сделать больно человеку но ваш дат люди к нему стремятся на ощущение гоника и такой голгофы да то есть пока доберешься до вас до до вашей какой-то вот услуги способности что ли вот этот путь коммуникации непосредственно с вами он достаточно трудный и я не знаю то ли это отсекает ненужных от вас людей то ли это наоборот как-то закаляет что ли тоже является частью какого-то процесса взаимодействия с вашими услугами но однозначно вы непростой человек хорошо вот как то так такая у меня была и третья позиция что вы ваших комментариев расклад сегодня был чисто потоки и очень много информации мне шло благодарю вас за ваши просмотры лайки дизлайки комментарии мне очень приятно читать все что вы пишете до вашей истории благодарю что остаетесь со мной преданными верными да хочу пожелать вам во первых хорошего дня если вы смотрите меня утром и если нет то просто хорошего настроения всего вам самого наилучшего пока пока